Здравствуйте! На портале Экзегет мы отвечаем на ваши вопросы. Сегодня у нас такой вопрос. Почему общество считает православных людьми со странностями? Потому что православные люди — это люди со странностями. И на этом можно было бы закончить мой ответ. Действительно, православные люди — это... Я даже сейчас не хочу говорить об этимологии. Слово «странный» — оно где-то пересекается и со словом «странник». И много еще с другими интересными словами об этом можно было бы порассуждать. Господь прямо в Евангелии говорит нам и о ненависти этого мира, и о том, что царство мое не от мира сего, и о том, что если бы вы были от мира, говорит он в Евангелии Теана, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Это про ненависть, про непонимание и про странности говорит апостол Павел, например, в послании к Коринфянам. Он говорит слово о кресте для погибающих юродство, то есть безумие. Безумие есть. А для нас, спасаемых, сила Божия есть. То есть христианин — человек, который, если он по-настоящему христианин, живет в царстве, которое не от мира сего. Он не просто ждет царствия небесного, сидит и ждет. Он не просто молится Богу о решении каких-то его земных и временных потребностей. Если он настоящий христианин, то он действительно живет в царстве не от мира сего. Лучше всего это видно на примере монашествующих, которые, как известно, являются светом для мирян. Неслучайно монахов называют еще по-другому иноками, то есть иными. А по большому счету монашеские обеты и образ жизни монаха не слишком сильно отличается, должен отличаться от образа жизни мирянина за исключением области семейной жизни. То есть, по сути дела, монашеские обеты — это повторение крещальных обетов. За единственным исключением это обеты безбрачия. И поэтому каждый из нас призван быть странником на этой земле, быть странным для этого мира. Жить не по законам этого мира, а по Христу. И если человек действительно реализует это в своей жизни, то он, по меньшей мере, кажется странным, чудаковатым. А в худшем случае, в каких-то особых проявлениях, мир начинает такого человека возненавидеть. Мир начинает такого человека ненавидеть. К сожалению, достаточно часто это происходит, вот такое отношение со стороны других людей, не христиан, по-другому скажу. К сожалению, очень часто люди свое поведение и свое восприятие отношений к ним других людей оправдывают теми словами Христа и апостолов, которых я вам только что привел. Например, их ненавидят, ну потому что они противные. Они говорят, это я христианин, и поэтому вы меня ненавидите. Человек действительно является каким-то странным в плохом смысле этого слова. Не потому что он христианин, а просто потому что он по каким-то совершенно другим причинам не вписывается в нормы и законы этого общества. Это ведь ко мне так относится и меня так воспринимают, потому что я христианин. Ведь так же сказал Господь наш Иисус Христос, так же сказал апостол Павел. Поэтому здесь достаточно важно различать вот эту странность, которая есть в нас, потому что мы христиане, потому что мы действительно исполняем волю Божию или пытаемся это сделать, потому что мы следуем заповедям Божьим, потому что мы пытаемся жить по заповедям блаженства, которые Господь нам оставил, потому что мы ищем в первую очередь прежде Царствие Божие и правды его от наших грехов, от дурных черт нашего характера. Потому что, знаете, есть такая хорошая поговорка, как только человек начинает искать рая, жизнь его ближних превращается в ад. Вовсе не потому, что этот человек действительно становится святым или становится настоящим христианином, а потому что он начинает совершать всевозможные глупости, потому что он перестает видеть людей, которые находятся вокруг него. Есть он, есть Бог, а все остальное для него не существует, потому что, к сожалению, очень часто в своей духовной ревности мы не исполняем заповедь Божию о любви к ближним, как вторую главнейшую заповедь, возлюби Господа Бога твоего, как первые заповеди, а ближнего своего, как самого себя. Вот эту вторую часть человек очень часто в ревности по Богу просто оставляет, просто забывает и абсолютно перестает учитывать интересы тех людей, которые находятся рядом с ним, которые он вполне учитывал, не будучи христианином. Очень часто люди и ненавидят нас, христиан, и считают нас странными вовсе не потому, что мы христиане. Об этом необходимо помнить. А если такое отношение или даже ненависть мира связаны именно с нашим христианством, то здесь нет для нас ничего удивительного. И слова Христа, укрепляющие нас, которые он сказал, что, знаете, что, если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел, и я избрал вас от мира. Эти слова должны служить для нас укреплением и помощью внесения нашего жизненного креста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok